Событие, произошедшее 14 июня 1971 года, стало самым кровавым и бесчеловечным в истории послевоенного Краснодара и всего Советского Союза. В тот роковой понедельник, примерно в 8.30 утра по Москве, на улице Тургенева вспыхнул рейсовый автобус ЛАЗ-695, следовавший по маршруту Герцена радиозавод. Причиной пожара стал мощный взрыв, от которого огромную машину подбросило в воздух. Он повалил растущие вокруг деревья и повредил ближайшие дома. Только по счастливой случайности на улице никто не пострадал. А внутри салона, где было примерно под сотню людей, творился настоящий ад. Некоторые очевидцы, ставшие свидетелями страшной трагедии, вспоминали, как из горящей машины были слышны отчаянные крики и стоны горящих заживо пассажиров. Вот слова одного из свидетелей взрыва. «Картина была жуткая. Автобус стоял посредине улицы и дымился. На заборах были следы крови и фрагменты человеческих тел, а в воздухе стоял запах горящей плоти. Это было страшно». Трагедия унесла жизни пяти человек сразу. Еще пять скончались в больнице, а десятки людей получили ожоги и серьезные осколочные травмы. Взрыв автобуса ЛАЗ-695 в Краснодаре станет первым терактом, совершенным в СССР. Сразу после трагедии началось расследование. Но прежде чем начать, я задам вопрос. Как много людей знают историю своей страны? А я вам отвечу. Увы, но меньшинство. Поэтому нам постоянно пытаются навязать ложный взгляд на события. Только зная историю, вы сможете понимать, что и почему происходит сегодня на самом деле. Чтобы не стать жертвой манипуляций, информирую вас о канале Лекторий Достоевский. Это один из лучших каналов по истории. Там вы в простом и интересном формате сможете узнать о различных периодах нашей страны и известных личностях. Как жили люди прошлого? Во что они верили? Каких успехов достигала Россия? И какие ошибки были допущены? Об этом и многом другом вы узнаете на канале Лекторий Достоевский. Только проверенная историками информация и самые интересные факты. Ознакомиться можно по ссылке в описании. Версия взрыва из-за технической неисправности своего подтверждения не нашла. То, что автобус взлетел на воздух не случайно, стало ясно после того, как на месте происшествия были найдены фрагменты самодельной бомбы. Все вокруг было усеяно поражающими элементами. Шарики от подшипников, шестеренки будильника и гвозди вынимали даже из ближайших заборов. Также нашли горловину от огнетушителя с торчащими проводами, позволившую сделать вывод о том, что оболочкой для самодельной бомбы стал пустой металлический баллон. Но главной уликой, наводящей на теракт, стали признания выживших пассажиров. Они рассказали о подозрительном невысоком мужчине с надвинутой на глаза кепкой, который ехал тем утром в автобусе. Он вошел в салон с большим черным чемоданом, но уже на следующей остановке вышел с пустыми руками. Его хорошо запомнили, поскольку незнакомец очень спешил покинуть автобус и бесцеремонно расталкивал людей локтями. А всего через пару минут после этого прогремел взрыв. Расследование, взятое под контроль руководством КПСС, выдвигало разные версии преступления. Например, была версия, что теракт мог организовать один из работников автоколонны, чтобы отомстить начальству. Также отрабатывали гипотезу о том, что взрыв был направлен против конкретного пассажира. В числе погибших оказался начальник следственного отдела прокуратуры Краснодарского края, а у таких людей всегда хватает недругов в преступном мире. Еще одно направление поисков было связано с бывшими военнослужащими, имевшими дело со взрывчаткой. Но все эти версии оказались ошибочными. Выйти на след террориста помогла история, произошедшая за полгода до этого. В январе 1971 года на двери квартиры заведующего кафедрой психиатрии Кубанского мединститута Николая Хромова кто-то установил самодельное взрывное устройство. Эта бомба тоже состояла из корпуса огнетушителя и была нашпигована такой же дробью, что и бомба в автобусе. К счастью, один из жильцов вовремя увидел на двери подозрительное устройство и вызвал милиционеров. Вот только дело спустили на тормозах, возможно, чтобы не портить статистику. Люди в погонах списали все на хулиганство и не стали искать минера, а само взрывное устройство просто выбросили в реку Кубань. Впоследствии один из милиционеров был за это осужден. Профессор Хромов сразу заподозрил в попытке покушения на себя старого знакомого. Его же он узнал на фотороботе, составленном со слов пассажиров автобуса. Так и выяснилось, что теракт устроил 32-летний краснодарец Петр Волынский. Впервые милиционеры взяли парня на карандаш, когда тот еще учился в Кубанском мединституте. Будучи студентом, Волынский сдавал комнату в своей двушке и, по случайному совпадению, его квартирантом стал приезжий сотрудник КГБ Кирилл Чередниченко. Бдительный чекист заметил странности в поведении парня и на всякий случай сообщил об этом коллегам. В частности, он рассказал, что Волынский развешивал у себя за окном алюминиевые тарелки, называя их сигнализацией на случай вторжения грабителей. И это при том, что он жил на пятом этаже, куда залезть довольно сложно. О неадекватном поведении студента сотрудники КГБ сообщили в мединститут. И зав. кафедрой психиатрии вуза Николай Хромов просто провел с Волынским беседу. В итоге Петр доучился и в 1968 году пошел работать врачом-терапевтом. Но его карьера в больницах не клеилась. Он не устраивал ни начальства, ни пациентов. Стали поступать жалобы о том, что молодой доктор прижигает своим больным пальцы спиртовкой. В итоге Николай Хромов поставил Волынскому диагноз «шизофрения» и отправил на принудительное лечение в психдиспансер. После окончания лечения теперь уже бывшему врачу пришлось трудиться подсобником на стройках и грузчиком на заводе. После этого он и захотел отомстить Хромову. Но главная беда была в том, что корни ненависти Волынского уходили гораздо глубже. Петр Волынский родился 25 ноября 1939 года в Краснодаре. Отца и матери мальчик лишился в раннем детстве, а потому рос в детдоме. После войны по распространенной в те годы практике пристройства детей-сирот Петр попал в Ставропольское Суворовское училище. Окончив заведение, Волынский осуществил свою давнюю мечту – поступил в Кубанский мединститут и принялся осваивать специальность терапевта. В этот период в поведении Волынского начали проявляться странности. К примеру, студент явно недолюбливал тех однокурсников, которые были выше его. Волынский, рост которого составлял по разным данным от 162 до 164 см, считал, что рослые студенты чувствуют явное превосходство над ним и избегал их. Кроме того, Петр приходил на занятия с чемоданом, внутри которого лежал будильник. Он срабатывал во время лекций, что регулярно мешало преподавателям. Еще одной странностью Петра была рассылка во всевозможные инстанции анонимных жалоб на окружающих. В них он видел спекулянтов, взяточников, двоеженцев и вредителей советской власти. С 1965 по 1967 год Волынский накатал около 80 доносов, каждый из которых пестрил цитатами из трудов Карла Маркса и Ленина. Содержание анонимок было весьма абсурдным. Например, депутата Краснодарского Совета Волынский бездоказательно обвинял в моральном разложении. Между тем, в душе Волынского продолжала расти ненависть к высокорослым гражданам. Петр винил их во всех своих неудачах, полагая, что только обладатели высокого роста могут хорошо устроиться в жизни. При этом именно низкорослых людей Волынский считал более одаренными и умными, способными изменить мир к лучшему, но не имеющими такой возможности из-за козни высокорослых. Своим кумиром Петр выбрал Наполеона Бонапарта. Рядом с портретом французского императора в своей комнате он повесил собственное фото, приписав внизу фразу «Мне можно все». Еще в 1967 году для борьбы с высокорослыми людьми Волынский задумал основать Лигу низкорослых людей, главной целью которой были мероприятия по спасению низкорослых людей от стерилизации и истребления в СССР и других странах мира. Планы безумца были грандиозными. Волынский хотел потребовать от ЦК КПСС произвести перепись всего низкорослого населения, а затем выделить пропорционально их численности территорию внутри страны и непременно выселить оттуда всех высокорослых граждан. В 1971 году 32-летний Петр решил наконец реализовать свою затею и отправился искать единомышленников в толпе уличных прохожих. Реакция людей была разной. Одни бросались на Петра с кулаками, другие игнорировали чудака, а третьи, напуганные его агрессивным настроем, соглашались со всеми доводами и стремились поскорее закончить беседу. Находились и те, кому идеи создания Лиги сначала пришлась по душе. Но узнав от Волынского о необходимости применения силовых методов, наполеоны предпочли отказаться от вступления в организацию. Затея с созданием Лиги провалилась, что еще больше озлобило Волынского. Петру стало мерещиться, что высокорослые недруги установили за ним слежку. Волынский лишний раз старался не выходить из квартиры, которую снаружи обвесил предупредительными плакатами. В моменты психических обострений Петр в присутствии сотрудников стройки, где он работал после того, как его выгнали из больницы, бравировал тем, что собирается устроить серию терактов и взорвать Белый дом. Однако работяги считали угрозы коллеги бредом сумасшедшего и лишь посмеивались над ним. А тот не шутил. Первой жертвой он наметил профессора Николая Хромова, на которого затаил смертельную обиду. В частности, Петр винил психиатра в собственной принудительной стерилизации, которая якобы произошла во время его лечения в психдиспансере. В январе 1971 года Волынский раздобыл тематические книги, пользуясь которыми соорудил бомбу из огнетушителя. Порох для бомбы, который можно было купить лишь при наличии охотничьего билета, Волынский добывал хитростью. Он знакомился с охотниками, вместе с ними шел в магазин и на кассе изображал, что позабыл свой охотничий билет дома. Новые знакомые тут же приходили на выручку Волынскому. Покупали порох по своим документам и отдавали его лжеохотнику. Своё самодельное взрывное устройство, СВУ, Волынский закрепил на ручке входной двери квартиры профессора Хромова. К счастью, бомбу вовремя заметила бдительная соседка, которая и вызвала милицию. Раздосованный неудачей со взрывом, Волынский начал готовить новый зловещий план. Он решил устроить теракт в месте массового скопления людей, для чего ему понадобилась более мощная бомба. Часть деталей для нового СВУ Пётр украл с заводского склада, где подрабатывал грузчиком, а те компоненты, которых не хватало, Волынский под разными предлогами просил изготовить знакомых токарей. Как и в первый раз, Пётр сделал оболочкой для своей бомбы огнетушитель. К началу лета 1971 года СВУ было готово. Поместив его в большой чёрный чемодан, Волынский стал искать объекты для теракта. Сначала он хотел взорвать зал кинотеатра «Аврора» в момент киносеанса, где должно было собраться немало чиновников. Но к моменту, когда Пётр пришёл в «Аврору», зал уже был переполнен, а вахтёрша его не пустила. Волынский устроил скандал, и на место приехали милиционеры. Патрульные не стали проверять чемодан скандалиста, они сделали ему строгий выговор и отпустили. Тогда он решил сделать своей мишенью пассажирский автобус. Утром 14 июня 1971 года, прихватив чемодан с бомбой и надвинув на глаза кепку, Волынский отправился на остановку общественного транспорта. Вскоре туда подошёл автобус ЛАЗ-695, который следовал по маршруту номер один, улица Герцена, радиозавод. С большим трудом втиснувшись через заднюю дверь, Волынский дождался отправки автобуса и поставил чемодан на пол. Потом он сделал вид, что ему дурно, и стал кричать водителю, чтобы тот остановил автобус и выпустил его. Не заподозрив подвоха, шофёр ударил по тормозам и открыл заднюю дверь, через которую Волынский выскочил из салона. Оставленный им чемодан пассажиры не заметили. Автобус вновь начал движение. Повернул с улицы Гагарина на улицу Тургенева, и тут прогремел взрыв. Ударной волной ЛАЗ подбросило вверх, деревья на обочине вырвало с корнем, а у ближайших домов выбило стёкла. Автобус охватил огонь. Эпицентр взрыва находился в задней части автобуса, поэтому шофёр Анатолий Поберей выжил, но получил сильные ожоги рук. Преодолевая боль, он схватил монтировку, выскочил из кабины и бросился на помощь заблокированным в горящем салоне пассажирам. Благодаря тому, что шофёр сумел отжать переднюю дверь, многим из пассажиров удалось спастись. Но участь тех, кто получил при взрыве тяжёлые травмы и не мог передвигаться самостоятельно, была страшна. Несчастные сгорели заживо. К горящему автобусу сбежались жители окрестных домов, которые несли с собой ковры и одеяло. До приезда скорой ими укрывали лежащих на земле раненых пассажиров. Многие из них получили сильные электроожоги. Взрывом перебило троллейбусную линию электропередач и провод с током упал прямо на крышу автобуса. Всего в результате таракта пострадали несколько десятков человек. Их всех на попутках и машинах скорой срочно госпитализировали. А к 9.00 на место ЧП прибыли оперативники, чиновники, сотрудники прокуратуры и местные чекисты. Как только Петра Волынского заподозрили в совершении теракта, у него дома провели негласный обыск без свидетелей и протокола. Опытные сыщики были поражены. Квартира напоминала фабрику по изготовлению недорогих самодельных бомб. Как тогда прикинули, их бы хватило для взрыва целой многоэтажки. В жилище нашли металлические баллоны, порох, подшипники, часовые механизмы, литературу по взрывному делу и чертежи. Арестовывали Волынского без шума и сопротивления. В один из дней лета 1971 года Петр вышел из своего дома с новым чемоданом в руках. Подозревая, что он планирует совершить очередной теракт, милиционеры проследили за Волынским до железнодорожного вокзала Краснодар-1. Улучив момент и стараясь не привлекать внимания прохожих, оперативники аккуратно скрутили и доставили террориста в отделение. Осмотр чемодана опасений о готовящемся взрыве не подтвердил. Внутри находились личные вещи Петра. Своей вины Волынский не отрицал, но в содеянном не раскаивался. На вопрос о причинах чудовищного поступка мужчина ответил так «Я ненавижу людей». От смертной казни Волынского спас его диагноз, который был подтвержден повторной психиатрической экспертизой. После проведения судебных слушаний, на которых террорист не присутствовал. Петр был определён на лечение в спецпсихлечебницу, находящуюся в Смоленской области. Через некоторое время оттуда его перевели в 4-е отделение психбольницы номер 2 посёлка Нового, Арбинского района Краснодарского края. В одном из корпусов отделения для террориста была выделена одиночная палата. А единственным развлечением осталось кляузничество. Волынский продолжал писать доносы, которые, впрочем, дальше кабинета главврача не доходили. В лечебнице террорист находился вплоть до своей смерти. В один из дней 2019 года 80-летний Наполеон покинул этот мир. На этом у меня всё. Спасибо за просмотр и до новых встреч!